всем доброе утро я как это знаете где-то здесь а вот машина как знаменитость с патчами под глазами не пойму здесь вот эта мусорка для для бумаг по моему все на свете скидывают в общем я накулючилась а на улице тепло бывает же такое а я сейчас покажу в чем у меня сегодня одежда колхоз 40 лет без урожая то все увидеть в общем я сегодня свои угли одела не смотрите мне какие красивые первый раз спортивном костюме в общем да но народу бы обещает быть мало погода вторник и я никуда сегодня не пойду то есть работа и дом и решила тепленько одеться правда мне сейчас нужно заправить машину вчера мужу сказала заправь машину хрена тут сзади понятно что творится потому что все сидят века мы сидели вчера здесь надо чарли новую подушку купить я уже подыскала где в китайском в одном такая классная прям это надо купить а где он есть кстати чарли ты здесь чарли куда а вот меня суры все ветра нет 12 градусов но тепло давай залази давай бенга суры особое приглашение ему надо еще понимаете кстати у него вот тут вода всегда стоит он до нее хорошо дать дотягивается в общем у него тут все условия в машине подушка но он любит на солнышке вот там сидеть вода ну жрать он у меня еще тут едок поэтому она ему не нужна вода еда а так и еда было бы ладно все где я заправляться и на работу специально припарковалась подальше чтобы на морюшку посмотреть что-то я по нему соскучил хотя воскресенье же было на море но это все понятно всегда все одна та же история бегает он мне сегодня что-то с утра очень сильно активно непонятно выходили из дома сосед такой он он его естественно гавкал готов ли горы как он позавтракал хорошо я говорю всех со всеми здоровается таким образом слишком активный надо его как-то успокоить а как его успокоишь только прогулками большими ким большим прогулками если мне на работку пойдемте посмотрим что там творится с морем так а и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 проверены на собственном опыте, у меня одни штаны прям липучие-липучие, прям я их надеваю они прям так сразу ко мне, как вторая кожа такое противное ощущение и вот я давай изучать этот вопрос в испании антистатика, как такового его нет может быть есть, если вы находили то напишите в комментариях чем вы пользуетесь я вот в общем изучала этот процесс и вычитала, что побольше ополаскивателя и тогда все вещи будут мягкие и не прилипают действуют так что вот так, он как бы не идет сильный, но наверх уже ничего не высушишь, так что вот сюда поставлю хорошо, что я вот эту сушилку купила, но я ее для этих случаев и купила так что вот так, я себе там отцветы вот сюда поставила что-то никак у меня этот цветок подохнет куплю новый а что? что если я его он у меня подыхает чай пойду пошлю а то я пока вешала белье что-то у меня ручки замерзли не знаю, что делать идти на улицу гулять не идти погода какая-то непонятная вообще темнотища дома я тут кое-что пошила ах ты пошила в общем вот так и вот стою теперь думаю что мне делать я не знаю надоело дома сидеть ну и блин чтобы дождик тебя захватил тоже не хочется пойду наверное погуляю но для начала надо сумку собрать в спортзал в спортзал то я точно пойду потому что больше дома сидеть я не выдержу ну вот вышла на улицу дождик капает ну вообще не понимаю что мне делать я надела куртку вот эту она непромокаемая с капюшоном ну что вообще не знаю на улице никого я одна иду как дурак там вот вроде как нормально тут что-то не пойми ну если что до парка дойду я обратно приду а что делать ну честное слово я дома не люблю в такую погоду сидеть когда темно ой мне Россию это напоминает блин ну смотрите дождик прям зарядил нормальный Чарли иди сюда под дождем не стой слышите пойду назад ну куда я в такой дождик с Чарли никуда все прогулялись в общем можно сказать что вовремя дождь пошел потому что потому что мы только вышли на улицу и он прям пошел то есть он нас нигде не это не замочил ну ладно все равно через 40 минут мне уже выходить если что там на машине поеду что ж теперь делать дождик тоже нужен зима все таки вот такая вот испанская зима лютая я уже пришла на улице как туда шла дождь был так и обратно дождь идет а дождь идет дождь идет я тут суп варю в общем варю бульон у меня тут была нишу пол ноги пол ноги индюшачьей нет как-то пол ноги индюшачьей в общем не ляжка а вот чуть пониже от ляжки индюшачьей вы поняли да сейчас уберу огонь а в общем буду варить вот такой бульон потому что он у меня чуть-чуть заболел промок и заболел вот и туда пойдут грибы морковка перчик шпинат и сырок плавленый плавленый сырки а в конце добавлю зелень и картошка вот картошка я уже ее почистила порезала и в воду положила чтобы она не потемнела сейчас вот это все буду нарезать разрезать пока варится бульон надо наверное его крышечкой закрыть да как вы думаете снег конечно не снег а дождь у меня представляете полотенца висят рабочие на работе мокнут будем надеяться что завтра дождя не будет в общем все режу вот в общем я тут уже все нарезала и как только сварится вот эта вот полу нога индюшачья я добавлю морковку и перчик вареный лук я не люблю мне знаете он жареный да, а вареный вкус не из-за вкуса а из-за того какой вот он консистенции потому что он такой мягкий противный, как жир знаете, я когда в супе или еще где-то вареный жир мне попадается у меня сразу возникает рвотный рефлекс, прям я не знаю почему но вот когда вот что-то такое мягкое склизкое, мерзкое во рту для меня я знаю много людей, которые обожают жир и вот это вот все вареное, но я когда у меня только попадает в рот это или вот знаете пенка от молока мама, когда кипятишь что там такое кипятишь молоко и вот эта пенка образуется все тоже пиши пропало сразу рвотный рефлекс и вот от этого сала и вот лук мне тоже вареный напоминает вот это вот мягкое я кальмары не очень люблю потому что они тоже напоминают вот этот жир хотя сало обычное очень даже ничего я забыла сегодня про горчицу представляете сегодня тренируюсь я сама думаю про сало такая тренируюсь, тренируюсь я сама думаю, блин, горчицу забыла к салу ну, в следующий раз кстати, у меня еще осталось картошечка, яйцо и селедка и все есть ну, к селедке опять я как к селедке пошел бы на неделю я там лучок повыбирала как говорится вот холодно надо чай попить холодно без тебя что мы наделали да, блин, полотенце-то у меня типа сушится забыла про них совсем кстати, вы любите сырые шампиньоны? я не люблю вы любите? я не люблю ладно, будем ждать и пить чай греться пол ноги уже сварилась я добавила еще воды холодной потому что выкипала много добавляю картошечку потом добавлю моркошечку перчик пока у меня будет вариться вот эта вот моркошка картошка ногу разделаю на мясо чтобы отделить мясо мелко-мелко порезала и сейчас отправится все опять в суп а сырки чтобы они там не плавали по полчаса я их просто блендером вот немного добавила бульона и сейчас с блендером и все и потом обратно выливаю но это прям в самом конце за 5 минут, наверное, до готовности можно вместе с шпинатом потому что шпинат готовится буквально 5 минут поэтому смотрите, прям какой соус получился вкусняцкий это вместо сливок такой вот сырочек картошка почти сварилась добавляю грибы и еще минут 5-7 поварю ну, до готовности грибов добавляю шпинат это кажется, что много а потом он весь куда-то денется а потом он весь куда-то денется и наш вот этот тоже соус можно тоже добавить это так обмакню ну, что добро проботать, правильно ну вот ну вот и туда его тоже перемешаем прокипятим минутку пару минуток даже и все и суп готов очень вкусно вот такая вкуснятина на завтра если вам понравился мой рецептик такой импровизированный то ставьте лайки пишите ваши комментарии делайте вы что-то наподобие это я сама его слепила из того, что было как говорится и один раз слепила то и полюбила и муж один раз поел такой, говорит о, какая вкуснятина и говорю да, прикинь так что вот так время уже почти около 12 у нас все еще дождь идет я с вами буду прощаться до завтра посмотрим дождь идет не идет увидим поживем увидим будет день и будет пища всего самого наилучшего всем пока-пока